Всем привет, друзья! В последнее время она еще очень форсит сомнения о том, что Мистер Бист всех обманывает, и его последнее видео это суты фейки монтаж. Давайте сегодня мы разберемся, и на самом деле обманывает ли Мистер Бист своих подписчиков. Сегодня мы разберем три популярных кадра, по которым все думают, что это видео фейки монтаж. Первый кадр, который все заметили, это что? Получается, это ламба какая-то ненастоящая, и вообще картинка какая-то мультяшная, как будто из игры GTA 5. Про этот кадр я ничего не скажу, но про следующее меня подтвердило в шок, потому что люди, наверное, не разбираются, что такое монтаж, интернет и такое нарезка. Смотрите данный кадр. Как вы видите, на заднем фоне мы видим деревья, как Мистер Бист получается едет в ламбе, и там на заднем фоне деревья. А на прошлом кадре мы видим, как он едет на ламбе, и по сторонам только одна засуха и пустыня. Все начали писать, что как такое возможно, фейки монтаж, потому что ламба ненастоящая, как такое может быть, что в одном месте засуха, а на следующем месте уже деревья и все зеленые. Для таких умников я, друзья, вам скажу, что существует такая штука, как нарезка, и человек мог записать один фрагмент, где он едет на ламбе, получается, там где засуха и так далее, и через какое-то, возможно, мгновение начался какой-то диапазон, где территория, получается, зеленая, возможно, через час-два, где Мистер Бист со своим другом записал, получается, какую-то реакцию, и там уже были деревья. Это просто банальная нарезка материала, и все. Она не обязательно должна происходить в то же время, как был снят, например, этот кадр. Они могли это записать намного позже, чем был снят кадр, где сзади едет ламба какая-то вроде она ненастоящая. Поэтому момент про то, что на заднем фоне деревья по сторонам засуха и так далее, это монтаж и так далее, это можно опровергать. Но про данный кадр, что он выглядит слишком мультяшно, я здесь соглашусь, возможно, просто это какая-то корректировка графики или же улучшение качества. Следующий кадр вот этот, ну, он действительно выглядит мультяшно, как будто из какого-то фильма, потому что эта дробильня выглядит слишком мультяшно, говорю еще раз, а ламба, а ламба как ламба. Короче говоря, все говорят, что на данном моменте Мистер Бист вообще сделал полный монтаж и полный фейк. Там, где он стоит, получается, на вот этой вот дорожке, а та дробильная, это вообще другой кадр. Но если мы посмотрим, как Мистер Бист, получается, дробит данную ламбу, еще говорят, что эта ламба ненастоящая и так далее, потому что она не могла так просто легко раздробиться и так далее. Но сам Мистер Бист в видео говорил, что весь все содержимое с машины он вынул, то есть мотор и подобную тему он вынул, и машина только получила один кузов. Только один кузов получил повреждение. То есть про вот этот кадр, где Мистер Бист стоит возле ламбы и дробителя, я, честно сказать, тоже не могу, пишите в комментариях, потому что реально выглядит мультяшно и не по-настоящему. Но про то, что так ламба легко разделалась и так легко его раздробили, только вы, во-первых, посмотрите на этот дробитель, какой он огромный, а во-вторых, там кроме кузова ничего нету, поэтому ее так легко расчленили. Честно говоря, мое мнение 50 на 50, потому что, как мы знаем, Мистер Бист это один из самых популярных блогеров в мире, который имеет очень большое состояние денег, и для него купить какую-то ламбу это капля в море, потому что она ему ничего не стоит. Он в один ролик зарабатывает столько, что можно купить таких 100 ламб, так что ему одну ламбу вот так вот потратить, купить, ничего не имеет смысла. Ну на этом все, друзья, пишите свое мнение в комментариях, будем прощаться, всем удачки и пока!